Приветствую вас. Смотрите, вы говорите о садомазохистических позициях, да? О садомазохистической истории. Здесь все достаточно просто. То есть человек, которым вы говорите, проявляет такие вот большие садистические наклонности, чем мазохистический человек, который, в общем-то, находится в некоторой эмоционально-чувственной депривации. То есть эмоционально-чувственная, ну, отстраненность эмоционально-чувственное голодание, я бы сказал так. И, соответственно, это мотивирует человека на то, чтобы вот действовать так. То есть сюда же можно отнести и склонность к контролю как способ защиты от каких-то возможных негативных эмоций, от каких-то возможных, значит, неприятных моментов и так далее. Значит, что можно по поводу сказать? Значит, сама эта тема не является патологией, если не оказывает какого-то существенного влияния раздействия на человека. То есть человек может быть в силу своей физиологии или в силу своих нравственно-этических особенностей, может не быть против такого вектора развития интимной жизни и в качестве разнообразия, в качестве игры, мне кажется, вполне приемлемо это использовать. Ну вот, то есть, ну, ну, как мне кажется, да, ну, не нужно здесь быть ханжами, да, и морализатором. Вот, но я также понимаю то, что в никаком случае не должно быть манипуляции, не должно быть принуждения, ну, должно быть взаимное уважение и так далее. То, с чем столкнулись вы, по моему мнению, является как раз таки хорошим примером деструктивной истории. Вот, когда, ну, выходит за уже какие-то рамки, вот, когда это достаточно сильно влияет на поведение человека, на его отношения и, самое главное, на восприятие других людей. И что вот это является неприемлемым, вот, на мой взгляд, вот. Поэтому интерес, предрасположенность, использование этого в качестве каких-то позитивных историй, и в этом нет ничего плохого. Но, а когда это влияет на самого человека и на то, как он воспринимает других, это уже является потолокой и деструкцией. Вот, опасно и как для окружающих, так и для самого человека, потому что он может в итоге, к сожалению, остаться один. Чего, я уверен, он не хотел бы. Вот, вот, в принципе, и все. Когда проблематика корректируется, то есть у садистов это депривация, у мазохистов это, соответственно, потребность во внешних границах, и освобождение, ну, и идея наказания, вот. А когда люди от этого освобождаются, они могут не отказываться от своих увлечений. Вот, они, ну, они могут и не должны отказываться от своих увлечений. Вот, просто это становится менее важным в их жизни, и все. И я считаю, что, как бы, вот эта вот меньшая важность, когда нет никакого влияния, когда люди просто кайфуют, когда люди спокойно обходятся без этого, да, и когда люди самодостаточны, по крайней мере, всем им комфортно и так далее, да, то все в порядке. С другой стороны, очень важно не идеализировать. То есть, в итоге все упирается все равно в самоощущение человека, что как ему нравится, как ему хочется, как ему комфортно. И если человеку комфортно в определенной позиции, пускай даже эта позиция, например, не очень хороша, там, не очень полезная, да, 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 но если человек не чувствует сопротивление, вот, если его все устраивает, то это может быть выбором. Поэтому все очень индивидуально, каких-то таких рамок нет. Вот. Я не могу, я не могу и не буду, конечно, рассказывать, как бы, опыт своей личной, опыт терапии с подобным видом клиентов, вот, потому что это не является этичным, но я могу с уверенностью сказать, что главное нащупать, главное нащупать, вот этот элемент контроля, элемент комфорта, элемент напряжения человека. Если подобное сделать получается, да, и если человек начинает чувствовать, когда ему, например, не комфортно, допустим, да, вот, то, соответственно, но нормы морали, да, они, мне кажется, они должны отбрасываться в этом случае, мне кажется, что не должны учитываться. Вот, конечно, конечно, при условии, если нет какого-либо вреда другому человеку, это, ну, это само собой разумеется. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Я думаю, что в рамках, ну, того, что вы были в терапии, вот, и в рамках того, что вы, ну, встретили мужчину, с которым у вас вот такая ситуация сложилась, вот, возможно, имеет смысл вам поработать с паттернами поведения, потому что весьма важно, что вы привлекли именно такого человека, весьма важно, что вы, эээ, что на вас обратил внимание вот такой мужчина, и, эээ, чтобы исключить элемент случайности, имеет смысл вам поработать над собой, может быть, что-то в вашем поведении выдает в вас жертву, или человек, который, например, может пытаться себя, допустим, допустим, наказывать за что-то, допустим. Я не утверждаю этого наверняка, да, то есть я как-то не знаю, но я думаю, что это вот такой звоночек достаточно тревожный. Вот, может быть, в терапии что-то вы не поработали, не дожяли, вот, может быть, вышли раньше из терапии, вот, такое, в принципе, бывает. Ну, это неприятно, конечно, да, ну, неприятно становиться каких-то вещь, но лучше все-таки, наверное, если это есть, то лучше, как бы, признать, лучше признать, что вот есть такая проблема, да, и, соответственно, с ней проработать, потому что в следующий раз вам может человек попасть помудрее, да, и не так прямолинейно вам, значит, будет демонстрировать свои какие-то предпочтения, а когда вы поймете уже, может быть, вот. Вот, поэтому я рекомендую вам обратиться к специалисту, вот, не обязательно к нам, не обязательно ко мне, вы не подумайте, я не преследую вас тут ломать на терапию, нет, просто, может быть, ну, может быть, обратитесь как раз к тому, вот, с кем вы работали, вот, кому вы доверяете, чтобы максимально, так скажем, ну, чтобы максимально обезопасить себя, если вы чего-то боитесь, вот, я думаю так, ну, понятно, что последнее слово остается за вами, и понятно, что вы сами решаете, как вам поступать, вот. А последнее, наверное, что я хотел бы сказать, это, пожалуй, только то, что мне показалось, что у вас некоторое напряжение, то есть от текста я почувствовал некоторое напряжение, я почувствовал от текста то, что вы любите, ну, не любите, а то, что вы довольно часто рационализируете довольно часто, вы стараетесь все отработать интеллектом, вот, то есть, вот, мне кажется, что, ну, может быть, у вас, вот, такая проблема, скажем так, вот, если это правда, если это правда, если у вас, вот, ну, действительно такая, есть проблема, вот, то я думаю, что GDO, эту проблему нужно решать, вот, и решать, опять же, потому что это может вам просто навредить, ну, в итоге это может сказать вам медвежью услугу, вот, это то, что я хотел бы вам ответить с точки зрения своего опыта и знаний. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи.